Депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Гавырин ежегодно участвует в митинге «Прерванный полёт» на месте гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина и его лётного наставника Владимира Серёгина. Напомним, они разбились 27 марта около деревни Новосёлого Киржачского района. Со дня гибели героев прошло 55 лет. В октябре 1975-го у Новосёлого появился мемориал. Проект был передовым для своего времени, но годы идут и комплекс требует реконструкции. Алексей Гавырин считает, что проблему нужно решать на федеральном уровне. Один из главных вопросов, который возник при моём первом знакомстве, был вопрос о том, что этот объект необходимо передать на федеральный уровень. На тот момент, это было два года назад, я был ещё депутатом законодательного собрания и уже тогда, безусловно, эту тему взял в активную работу. Напомним, для благоустройства мемориала разработана программа на 10 миллионов рублей. Над проектом будут работать районы и областные власти, подключится госкорпорация «Роскосмос». В ближайшее время руководство региона и корпорация подпишут соглашение о сотрудничестве. Этот объект будет дополнительно, скажем так, находиться в зоне ответственности «Роскосмоса». То есть мы совместно с «Роскосмосом» сегодня выделяем деньги на то, чтобы заняться здесь благоустройством. Ну и я надеюсь, что те планы Алексея Архипачилионова, которые он вложил в это место, благодаря ему это место, получил, наверное, сегодняшний облик, они будут в итоге воплощены. Алексей Гаврин отметил, что на месте гибели Гагарина и Серегина должны появиться музей и благоустроенный парк, как и заложено в проекте. Должен быть парк, сквер. То есть люди, которые сюда приезжают, должны в первую очередь узнавать как можно больше о тех героях, память которой мы отдаем, и о Гагарине, и о Серегине. Поэтому задача по максимуму создать музей. Он тоже там был заложен. На День памяти приехали космонавты Валерий Токарев и Борис Волынов. Митинг завершился возложением цветов к монументу и оружейными залпами почетного караула. Евгений Павлов, Александр Агафонов, 6 канал. Субтитры создавал DimaTorzok